Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. И сегодня я буду жаловаться, как надо мной издевались вчера на работе. И покажу вам это всё, задокументирую, чтобы вы знали, как я люблю свою работу. Кто ещё не подписался на мой канал, сделайте это прямо сейчас. А кому интересна тема, как могут издеваться на работе над сотрудниками, поехали дальше. Всё расскажу. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Татьяна. И я работаю в СПА одного большого термального комплекса швейцарского. Бат-Цурцах. Вот так вот это всё выглядит. И обожаю свою работу, обожаю своих клиентов. И очень рада, что я работаю именно в этом месте, так как это моё самое любимое место, куда мы всей семьёй ходили проводить своё время. Вчера у меня была школа, посвящённая восточному массажу. Я так ждала эту школу, потому что её допускает не каждому. Это эксклюзив нашего центра. И обучаю это только тех сотрудников, которых уверены, что они будут долго задержаться. Естественно, практикантам этому массажу не учат. И вот я вам сейчас покажу, как надо мной вчера издевались. Он стоит у нас отдельно, возле сауны текстильной. И, значит, мы сюда приводим клиентов. И точно так же вчера у нас здесь была школа. За тысяча и одна ночь. Вау! Значит, всё, что здесь есть, это всё аутентично привезено из Марокко. Вот эти вот столики, вот эти вот ширмы, естественно, текстиль. И, жаль, вы не можете этот аромат ещё здесь прочувствовать. Значит, вот такие вот зажигаемые свечки. Здесь подаём напитки, подносик золотой. Итак, значит, здесь у нас также... Вчера нам наливали вот такой вот вкуснейший чай из вот таких вот чайничков. И началась у нас школа. Наверное, час. У нас была школа. Как делать этот массаж? Как заваривать чай? Значит, на приготовление этого массажа уходит где-то полчаса, потому что на каждого клиента уходит 17 маленьких компрессов, полотенечек. Всё это надо подогреть, пропитать лимонным каким-то водичкой. Сам этот весь массаж длится 2 часа. Естественно, сначала пьётся чай, потом, значит, тебя массируют, два раза переворачивают. В конце там камни на тебя горячие выкладывают. И по окончанию массажа, значит, ты садишься вот на вот этот вот диванчик. И здесь у тебя ещё есть шапросека и восточные сладости, финики, орешки и так далее. И вот представляете, вчера, значит, час мы в этой комнатке сидим, 4 человека, всё это слушаем. И наконец-то мы можем лечь уже на эту вот лежанку и наконец-то получить вот это удовольствие, этот массаж. И представляете, невозможно расслабиться, потому что во время массажа, пока тебе кто-то делает, ты должен читать вот эту инструкцию, которая на 10 страницах напечатана. Что тебе делают? Татьяна, что дальше? А дальше идёт этот захват. А что дальше? И, короче говоря, чтобы ты не спал, чтобы ты, не дай Бог, не вырубился, не расслабился, не забалдел, тебя постоянно дёргают. И получается, ты вообще, понятное дело, ты всегда должен давать фидбэк, ты всегда должен смотреть, что за чем идёт, потому что потом мы меняемся, и потом уже я делаю другому массаж. И, конечно же, я должна всё это видеть и понимать, что за чем идёт, чтобы ничего не пропустить. И вот скажите мне, вот такое издевательство можно пережить? Вот скажите мне, не расслабиться, не получить удовольствие. А нет, хочешь удовольствия, плати 390 франков за двоих, за два часа, приходи и балдей. Но хочу вам сказать, я очень советую вам вот именно вот это романтическое место. Если у вас вдруг какая-то годовщина свадьбы, либо какой-то там девичник, вот я думаю, с дочкой сюда приду, на её на день рождения, то, конечно же, оно того стоит. В эти деньги входит 2 часа в этой комнатке с просека, с чаем, со всеми там сладостями, плюс вход в бассейны и во все сауны на целый день. Поэтому я считаю, что за эти деньги абсолютно недорого. Ну вот, пожаловалась вам. Идю дальше работать. Вот такой вот флайер у нас есть. Вы можете посмотреть в интернете. То есть включая дневной вход, который тоже стоит почти 50 франков на человека. И вот такие вот здесь процедуры. То есть сам массаж 75 минут, но плюс вместе с временем на обнимашки, на напитки, в общей сложности 120 минут. И вот вы получаете марокканский чай. Масло мы тоже смешиваем по времени года с разными ароматами. И вот такая вот красота. Ребятушки, сейчас у нас новая рубрика лайк тайм. Не скупитесь на лайки. Каждый день я выпускаю для вас новые интересные видео. Я продумываю, что интересно будет для вас. Я вкладываю сюда свои души. Пожалуйста, забомбите меня лайками. Буду очень вам признательна. Закончила. Любую с красивейшими цветочками в нашем парке. И наслаждаюсь еще солнечной погодой, так как сегодня целый день лил дождь. И продолжив тему массажа, расскажу вам, может быть, кому-то будет интересно, как переехать с европейским паспортом в Швейцарию на работу. Насколько сложно найти здесь работу. И какие есть нюансы. Разговаривала сегодня со своей сотрудницей, которая приехала сюда из Чехии. Она на тот момент уже выжила не в Чехии, а в Германии. У нее был какой-то парень. Она там тоже работала в каких-то отелях, как массажист. В Чехии она закончила какую-то школу массажную. И что-то с парнем не заладилось, и она решила уехать в Швейцарию. Она открыла интернет и послала Бивербург свое резюме на первую попавшуюся вакансию. Значит, у нас есть дорогущий отель Виктория, Юнгфрау в Интерлакене. И она послала туда, короче, свое резюме с запросом. Пригласили ее на собеседование чуть ли не на следующий день. И она 500 километров проехалась в Швейцарию, чтобы приехать на эту беседу. Значит, помимо беседы, ее попросили точно так же сделать массаж одной из вышестоящей массажистки. И сказали, окей, вы нам подходите, когда вы можете приступить. И договорили, что она через неделю приедет. Значит, они предоставляли для работников комнаты, так как этот отель находится в горах. И кто знает, кто нет, загуглите. Он очень дорогой, этот отель. И, значит, комната для сотрудников стоила в отеле 800 франков. Ну, чтобы вы понимали, ты не живешь прям в отеле, в таких шикарных комнатах, а это именно комната для персонала. То есть, очень все скромненько. Вот. Значит, питание было за свой счет, но тоже давали какую-то скидку. Опять-таки, для сотрудников отдельная еда, не все, что ты там захотел, и в ресторане взял, стоило где-то 8 франков с человека, что тоже очень хорошая цена считается. Вот. То есть, опять-таки, живет она в комнатке, ей не надо покупать продукты, что-то там готовить. В принципе, экономия. Вот. Значит, когда она приступила к работе, и прошла испытательный срок, ей фирма сделали вид на жительство Б и выдали его на 5 лет. То есть, вот в этом еще есть отличие от тех, кто приезжает с европейским паспортом, что им дают на 5 лет сразу вид на жительство Б, не привязанный к работе. В случае с нашими паспортами, с украинскими, российскими, то есть, из третьих стран, дают вид на жительство Б, привязанный к работодателю зачастую, и он действует на срок контракта. Нет работы, нет вида на жительство. То есть, ты обязан покинуть страну, либо найти другого работодателя, кто тебе сделает рабочую визу, по истечении твоей рабочей визы от старого работодателя. Вот. Ну, как я вам уже говорила, в Европе, здесь, в Швейцарии, не принято говорить о зарплатах. И домой вопрос, а сколько же платят в таких крутых отелях, как массажисту? Она улыбнувшись сказала, что платили на тысячу меньше, чем сейчас в нашем цурцахе. Вот. Потому что это некорректный вопрос. У нас у каждого свои зарплаты, кто как сумел себя продать, тот и получает эту сумму. И поэтому, чтобы я, не дай бог, не узнала, какая у неё сейчас зарплата, она сказала, что была на тысячу меньше. В крутом отеле. Меня это, в принципе, не удивило, потому что вот эти вот крутые отели, они очень плохо платят персоналу. Мало того, любят брать практикантов в сервис, на ресепшн. И все хотят туда попасть, чтобы иметь такую рекомендацию. Да, вот, я работал в Йонгфрау, в Интерлакен. И, то есть, вот за это имя люди готовы работать за копейки, лишь бы получить надпись в своём резюме, что я там был, мёд, пиво, пил. Вот, значит, потом она перешла работать в отель Беатус на Тунском озере. Я обожаю этот отель. Значит, мы там были один раз с ночёвкой, и голоужин мы застали, и завтрак, и это был действительно суперклассный сервис, и, естественно, очень дорогие цены. И опять-таки, там платили на 200 франков больше, чем Виктория Йонгфрау, и на 800 франков меньше, чем она сейчас здесь получает. Но что она сказала, что когда она работала в этих дорогих отелях, там, конечно же, чаевых было в два раза больше, чем здесь. Это тоже всё учитывается. То есть, если ты работаешь в крутом отеле, в крутом ресторане, где предполагаются крутые чаевые, то, естественно, тебе будут платить меньше зарплату, чтобы ты, не дай бог, не зажрался, и чтобы в других местах люди имели такие же условия. Вот, я думаю, что это из таких вот побуждений. Вот решаем такое уравнение с неизвестными. Вот, так что, ну, если я так прикину на вскидку, что она работает так же, как и я сейчас, 60%, и чаевых выходит, ну, 500-600 франков, то там у неё было 1000-1200. В принципе, можно на вскидку сейчас прикинуть, да, если 800 франков в месяц стоит комната, если стоит 8 франков обед, а их у тебя как минимум 20 в месяц, то есть это 160 франков на питание, что вообще очень дёшево, да, но это если один раз пообедал, там, наверное, ещё надо будет за завтрак что-то платить. Ну, давайте возьмём 15 франков в день, то есть 300 франков на еду, 800 на комнату, это уже 1100. Проезд ты экономишь, продукты покупать не надо. Вот, 1100 – это как раз сумма твоих чаевых в этом отеле. То есть, в принципе, вся зарплата у тебя остаётся, и ты же со своих чаевых оплачиваешь себе жильё и еду. А как вы понимаете, при такой работе, где ты на горе живёшь в отеле и работаешь, естественно, у тебя никакого свободного времени нет, максимум ты можешь пойти там в СПА бесплатно в свой выходной день. Вот, особо она никуда оттуда не выезжала, и, конечно же, для жителей из Европы, из Евросоюза, это отличный вариант, даже вот так вот приехать на сезонную работу, где ты на чаевые живёшь, а зарплату ты всё привёз домой, да, там, допустим, и в ту же Чехию, где чуть-чуть выше уровень, чем в Украине. Вот, конечно же, это была сезонная работа, она сначала начинала со 100%, потом 80%, потом 70%, потом 60%, а потом ей сказали, ну всё, нет клиентов, заканчиваем. Вот, но всё равно для неё это был супер-классный вариант, и, естественно, с этой бит на жительство на 5 лет позволил ей сразу же найти работу в другом отеле, в Беатус Хотель, и через какое-то время она решила, что с отелями надо заканчивать, это тоже как бы сезонный такой бизнес, и вот она нашла здесь у нас, в Турцахе. Естественно, сейчас она переехала, она снимает уже себе квартиру, квартира у неё сейчас стоит почти ползарплаты, потому что здесь очень дорогой район, но начинала она её снимать с каким-то уже другом, с другом не сложилось, он съехал, и теперь она, бедная, ищет что-то подешевле, либо с кем-то съехаться, потому что реально она, половину зарплаты у неё уходит на квартиру, и это безумно дорого. Слушайте, опоздала сегодня на свой поезд из-за пробки, и, короче, появилось у меня время на вокзале полчаса прогуляться, и что вы думаете? Я нашла там магазин Лидеру, Яна, я только сегодня тебе говорила, что Лидла у нас нет поблизости, и вот я его нашла, я зашла туда, чуть не обомлела, смотрите, что я купила. Ну, во-первых, уже абрикосы, причём достаточно такие, мягкие и сладкие, сделаю завтра штрудель из абрикос, посмотрите на вот это вот килограмм мяса замаринованного стейки для гриль, короче, с акции до 20-го числа, надо его использовать, естественно, завтра мы это быстренько всё пожарим, вот этот вот килограмм мяса, уже замаринованный, 8,90, цен таких просто нет, я не знаю, как оно на вкус, потом отпишусь, вот купила ещё вот такой вот бюнтнер рушинкен, это я тоже очень люблю, подкупченная форель, давно я уже в магазинах не была, и ещё купила спаржу, белую, зелёную, сделаю на днях видео, у меня очень много рецептов из спаржи, и к ней опять-таки был акцион, вот такой вот холландезе соус для спаржи, вот, так что ждите, на днях выложу видео, рецепты из спаржи, естественно, взяла ещё огурчик, всегда нужен, короче говоря, вот, за вот это вот всё, включая килограмм мяса, я заплатила 33 франка, таких цен, конечно же, я не знаю, в Мигра, в Лидл и Алди, это у нас такие, они как бы недорогие магазины, и повезло тому, у кого они находятся рядом с домом, у меня, к сожалению, далековато, но теперь буду знать, что если автобус в очередной раз опоздает к моему поезду, я буду идти в Лидл, находить там что-то всегда интересное, блин, купила мясо, а у нас мясо уже на ужин есть, салатом бы я отстел, хоздунух фиш, а еще рыбка, данки пиат, ну ничего, еще мясо поедим, я надеюсь, эта информация будет кому-то полезна, может быть, у кого-то завалялся европейский паспорт, но в любом случае, вот такой вот тоже интересный опыт, и мне было даже сегодня интересно узнать, спасибо, что посмотрели до конца, спасибо, что интересуетесь моим контентом, огромное спасибо за комментарии, я буду рада обратной связи, может быть, какие-то у вас будут вопросы, давайте пообщаемся в комментариях, а мы увидимся с вами в следующем сюжете, до завтра.